Какой студент не мечтал о собственной разработке? Он точно нет. Выпускник аэрокосмического вместо этого собственное дело открыл. В студенческие годы он с главой погрузился в науку, но ко дну не пошел. Его проекты сразу к небу потянулись. Платформа, как я сказал уже, необходима для установки, для защиты военного ноутбука, который устанавливается на верхнюю часть платформы и закрепляется вот такими хитрыми крючками. Устанавливается все это в конечном итоге военный транспорт. В основном это зенитно-ракетные комплексы. Все, чем занимается Андрей и его команда, можно уместить в два не каждому понятных слова – виброзащитные системы. Переосмыслив идеи первого проекта, они решили проверить, сможет ли он удержаться на плаву и отправили платформу собственной разработки в путешествие по волнам. Проект не ушел под воду, а теперь и вовсе рассматривается как будущее всех катеров мира. Мы придумали вот такую платформу устанавливать под кресло пассажиров, либо водителя непосредственно лодки, для того, чтобы не испытывали эти люди ударов. То есть испытания были пройдены как нами, так и, собственно говоря, за рубежом, в частности в Финляндии. Разработанная в Самаре виброзащитная платформа уже приглянула с десятком лодочных компаний со всей страны. Для их руководителей самарская разработка – настоящее чудо. Все устроено так, что о том, что катер оснащен дополнительным оборудованием, даже догадаться нельзя, разве что прочувствовать. Задача установленной на катер платформы – погасить все неприятные ощущения тряски и ударов об волны. Зарубежно аналоги в этой технологии, конечно, есть, однако у отечественной разработки есть перед ними неоспоримое преимущество – низкая стоимость. Здесь нет лодочного кресла, но крепится она, вот если взять на примере вот этого стула, крепится она под само сидение. То есть оно не портит внешний вид, эстетически как бы оно в принципе само неплохо, но вообще не портит внешний вид дизайна даже очень хорошего катера. Будущими заработками самарские умельцы пока не хвастаются, зато вспоминают тех, без кого их проект так бы и остался на листе бумаги. Они и еще десятки молодых ученых по всей области сумели найти поддержку в региональном центре инновации. Благодаря ему изобретатели и разработчики сумели наконец разобраться во всех тонкостях получения грантов и том, как заставить посмотреть на себя без малого всю мировую общественность. Грант – это своего рода инвестиция. Ну, это хороший вообще повод, да, и хороший способ разделить риски, когда молодые компании привлекают частного инвестора. Да, поэтому грантовая поддержка – это именно поддержка. Демонстрировать и показывать, на что идут эти деньги, которые выделяет нам государство. И самое главное, что у нас уже есть пул заказчиков, которые ждут нашу продукцию. Я был удивлен, что существуют такие программы, и действительно можно найти себя и найти свое дело. А купить все вложенные в него средства и силы самарский проект сможет уже через несколько месяцев – весной 2015 года. Но и на этом местные ученые останавливаться не намерены. В скором будущем они планируют пересмотреть свои идеи и наработки и реализовать их в области ракетостроения.